С приходом настоящего весеннего тепла любители скорости и встречного ветра становятся неотъемлемой составляющей белорусских дорог. Сегодня в нашей стране официально открыт мотосезон. Более тысячи байкеров со всей Беларуси собрались у столичного ледового дворца, чтобы после теплой встречи с коллегами по цеху и фееричного шоу колонны проследовать по центру Минска. Как готовились вступить в новый сезон со своим железным конем столичные мотоциклисты и какой он герой нашего времени в репортаже наших корреспондентов. Новое явление для такой прекрасной пары года, как весна, это открытие мотосезона в 2018. Немножечко вещь такая относительная, потому что большинство мотоциклистов мотосезон не закрывают. Сам по себе праздник открытия мотосезона это просто встреча добрых людей, добрых знакомых. И радость общения. Есть! Это мой первый выезд. Какие у меня эмоции? Эмоции у меня радостные, солнечные, веселые, прекрасные. Знаете, это зависит от того, как каждый мотоциклист относится к своему мотоциклу. Есть, я знаю, очень много мотоциклистов, которые относятся к мотоциклу вообще как к женщине. Это отдельный момент уже. Существуют такие стереотипы, что байкеры, мотоциклисты, как хотите называйте, это люди, которые попивают, галдят, буянят. Мотоциклист – это душа. То есть широкая душа у человека. В моем случае я это вижу как искусство. На сегодняшний день на дорогах я, например, встречаю очень разных людей. И они не обязательно, что они все грязные в мухах. Какие они там еще рисуются в картинках? Это замечательные люди, веселые, интересные, интеллектуально развитые. Мотоциклисты – это полностью социальные люди. Когда мне с полоса 19 лет, мне папа купил первый мопед Верховина. С этого как бы началось это увлечение. Я начал что-то ваять в гараже, там забирали задние болотники, там удлиняли вилки. И уже тогда это для меня было очень интересно. Специфический народ, он любит немножко все-таки индивидуальности, подчеркнувшись в мотоцикле, чтобы он был узнаваем, чтобы он был запоминаемся. Ну и куда же эти девочки слова – это понты? Конечно, должны быть понты. Если у байкера нет понтов и мотоцикла, то это просто какой-то серый мотоцикл, какой-то серый человек на мотоцикле. Я всегда любил красивых людей. Мотобразство у нас в стране, оно всегда было однотипным, серым и безликим, скажем так. И мне всегда было интересно, кроме создания байка, привести в должное образ мотоциклиста. Я начал заниматься обувью, дизайном обуви, одеждой. Ну вот, обувь для брутальных таких милитарей, кэжу-стиль парней. Очень сочетается с мотоциклами «Харлей-Дельц». Похожая модель, но более веселая для парней, которые любят носить нашивки. Вот это под стать любому такому гламурному мотоциклисту, скажем. В Беларуси существует, как и в большинстве стран мира, свое дельное мотодвижение. Это около 20 мотоклубов, также и женских мотоклубов. Это мотоклубы с разными идеями, с разными понятиями какими-то, с разными целями. У нас вся зима была насыщенная, у нас было очень много поездок, очень много встреч. И, наверное, мы даже не заметили, как прошло это межсезонье.